Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Это недостоверное сведение в официальные документы, согласно которым одна из компаний победила в аукционе на поставку сеянцев деревьев хвойных пород для Кировгослесхоза. Этот факт был выявлен во время расследования дела бывшего вице-губернатора Андрея Плитко, которого обвиняют в создании ОПГ, бравшей взятки с местных предпринимателей за заключение договоров с Кировгослесхозом. По этому делу среди прочих проходит руководитель и замруководителя этой организации. Теперь уголовное дело заведено и на начальника отдела по лесохозяйственной деятельности. Программа Экономика. Почти миллиард дадут Кировской области за убытки из-за коронавируса. Деньги выделяются из федерального бюджета на покрытие недополученных из-за пандемии доходов. Это не первые дотации. Ранее регионы уже выделяли 1 миллиард 300 миллионов рублей на сбалансирование бюджета. Сейчас сумма составит 962 миллиона. Тем временем ситуация с поступлением средств в бюджет области улучшается. Так, в июне отставание поступлений сократилось с 13 до 11 процентов. Экономика на 101 ФМ Госдолг Кировской области за полгода вырос на 4 процента. На 1 июля его объем составил 25,3 миллиарда рублей. Из них почти 18 миллиардов бюджетные кредиты. Это 71 процент. По данным РИА рейтинга, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета за 12 месяцев составляет 80 процентов. С этим показателем Кировская область находится в двадцатке антилидеров. Лучший показатель у Москвы, Тюмени и Ленинградской области. Там отношение госдолга к доходам составляет от 1 до 2 процентов. Вообще нет госдолга только у Севастополя и Сахалина. За 2019 год госдолг Кировской области снизился на 850 миллионов рублей. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 74 рубля 16 копеек, евро 87 и 23. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ